МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летний сезон у сотрудников МЧС по-настоящему жаркий. Дело не в температуре воздуха. Каждый день это выезд на ЧП разной степени сложности. О том, как не стать причиной звонка в службу 112, что делать в ситуации, когда требуется помощь, поговорим с подполковником внутренней службы, начальником пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области Натальей Акуловой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, лето в разгаре, жаркий сезон. Я так понимаю, у сотрудников МЧС тоже. Во всех смыслах. Если говорить в принципе, то только за первое полугодие 2020 года у нас зарегистрировано более 3200 выездов на ликвидацию возгораний. Это только пожары. Не говоря уже о происшествиях, где мы помогаем людям, помогаем нашим коллегам из других ведомств, ну и так далее, и так далее. То есть на самом деле градаций очень много. И если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас некоторое увеличение есть. Даже несмотря на ограничения в период пандемии, казалось бы. Казалось бы, именно поэтому, потому что 80% пожаров от всего количества это возгорание в жилом секторе. Именно потому, что люди находились дома и были изолированы, наверное, периодически увеличилось количество вот этих выездов. Но нужно объективно посмотреть на все эти цифры. Большую часть вот этих 3200 дали именно выезда на ликвидацию возгораний сухой растительности. Именно поэтому весной решением губернатора на территории области вводился особый противопожарный режим. Ну и сейчас он с 13 июля у нас введен. Ну вот сейчас давайте про нынешнюю ситуацию поговорим. Что стало предвестником и что это означает? Почему? Уже же вроде как погода стабилизировалась. Значит так, тут нужно разобраться с терминологией, потому что многие люди путают. Начиная где-то с апреля, но в этом году достаточно рано начался у нас пожароопасный период, с 25 марта. Он устанавливается тоже нормативным документом на территории Орловской области. И в рамках этого пожароопасного периода планируется многими ведомствами различные профилактические мероприятия по предупреждению каких-то происшествий, связанных в том числе с пожарами, чтобы не допустить возгораний в лесах или в лесополосах. То, что касается особого противопожарного режима, это уже более, ну скажем так, серьезные ограничения. То есть пожароопасный период – это ограничение временное, скажем так, просто обозначение времени. А особый противопожарный режим – это уже внимание граждан нашего региона обращается на то, что если вдруг в этот период вы нарушите правила пожарной безопасности, те штрафные санкции, которые установлены за нарушение правил пожарной безопасности, в этот период увеличиваются в разы. То есть там нет какой-то пропорциональности, то есть в два-три раза на физическое лицо на одну сумму увеличивается, на юридическое – на другую, на должностную и так далее. Но вот если в принципе говорить о ситуации, на данный момент увеличилось количество выездов на пожары, именно это становится ключевым фактором для принятия решений. Ну и мы смотрим на погодные условия. Безусловно, началась уборочная кампания. Все, что касается безопасности на сельхозтехнике, стерня горит уже, у нас есть случаи загораний стерни в районах области, потому что мы-то берем ситуацию не только на территории города Орла. Это орловцы смотрят, вроде как бы все хорошо, да, можно искупаться, но не так жарко на самом деле. Ну и так далее. А мы смотрим ситуацию полностью на территории всех наших районов. И сейчас на территории региона всего в основном это третий класс пожарной опасности. Вот когда четвертый, тогда уже по-настоящему жарко, если можно так сказать. Наши южные районы, они чаще всего страдают вот в начале лета, в конце лета. Август, согласно прогнозам вот этим нашим долгосрочным, должен быть достаточно жарким. Именно поэтому мы должны быть готовы к развитию ситуации в любое направление, конечно, стараться минимизировать все потери, которые возможны из-за пожаров. Именно поэтому инспектора Госпошнадзора, да и наши пожарные, хотя кажется всем, что пожарные, это человек, который тушит только пожары. Нет, у них даже в их должностных инструкциях есть проведение профилактической работы. Так же, как у любого сотрудника. Давайте на них остановимся. Как вы проводите профилактические рейды свои? Я знаю, что вы прямо с ними зачастили в последнее время по нашим районам. Ну, скажем так, для того, чтобы оперативная ситуация со статистикой была достаточно стабильной, безусловно, нужно идти к людям. Пока самым действенным способом является именно убеждение, несмотря на то, что штрафные санкции достаточно серьезные за нарушение правил пожарной безопасности. Ну, к примеру, на физическое лицо, если он нарушает в период особого противопожарного режима правила пожарной безопасности, например, при сжигании сухорастительности, ну, не там, где надо, не в том объеме, без присмотра, там очень много критериев. Если без особого противопожарного режима, это 2-3 тысячи рублей, от 2 до 3, ну, в зависимости от масштаба и объема нарушения, скажем так. Потому что может быть и предупреждение, если человек как бы сразу отреагировал и убрал все, да. А в условиях особого противопожарного режима увеличивается до 4 тысяч, в том числе. Должностные лица, это уже больше суммы, от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические, там уже идет на сотни. И есть такая, ну, скажем так, ситуация, что если вдруг юридическое лицо или должностное лицо вовремя, в срок, не выполнит предписание и не оплатит штраф, который был выписан, и выписан, скажем так, правильно за нарушение, ему придется его выплачивать в двойном размере. Но я не пугаю в данном случае, но в данном случае нужно предупредить и людям объяснить, что мы работаем не для того, чтобы как можно больше найти нарушителей и как можно больше денег в государственную казну добавить. Мы работаем для того, чтобы предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию, потому что для человека сжигание мусора на своем участке кажется обычным делом. Но если ветреная погода, очень жаркая при этом, очень много сухостоя на соседних участках, человек зажег костер, мусор решил сжечь, но сделал это с нарушениями и тем самым поставил в опасность тех людей, которые находятся рядом, то есть через участок. Например, ближайший участок у них заброшен и очень много бурьяна. А соседние, там, может быть, люди пожилые, живут в летний период и могут пострадать не только их имущество, но и сами эти люди. Именно поэтому мы проводим профилактические рейды. И в дачных массивах, и совместно с лесниками проводится патрулирование лесополос и тех населенных пунктов, которые прилегают к лесной зоне. Такие у нас есть. Там, где есть залежи торфа, это Дмитровский район. Ну, то есть, на самом деле, пласт работы очень большой, инспекторскому составу Государственного пожарного надзора достается в этом смысле. Именно поэтому вместе с пожарными они делят вот эту профилактическую работу, проводя ее именно в жилом секторе. Поэтому именно в районах очень хорошо знают наших инспекторов, потому что они за вот этот летний период не раз приходят в одни и те же дома, безусловно. Ну, а люди адекватно вообще реагируют или... А, не надо нам говорить, мы и сами все знаем. Ну, 80% примерно, да? Более или менее. Тем более, что если в этом населенном пункте уже были какие-то случаи, когда люди лишались крова, когда загоралась хозпостройка, от нее была опасность перекидывания огня на жилой дом, когда, не дай бог, человек пострадал в пожаре, там вообще без разговоров они внимательно слушают, стараются выполнять все предписания, все советы, потому что кроме разговоров, это и памятки, листовки, в которых четкий алгоритм написан, как нужно себя вести, каким образом вызывается пожарная охрана, какие телефоны экстренных служб, потому что до сих пор встречаются люди. Ну, вот сейчас мы меньше проводим масштабных каких-то встреч и акций в связи с ситуацией нашей, но задаю вопрос, а по какому номеру вы вызовете пожарных? И есть еще случаи, когда вызывают по 911, то есть те люди, которые насмотрелись боевиков в свое время и так далее. Пожарные, 01, 101, 112, эти телефоны актуальны до сих пор, то есть можно с обычного телефона. То, что касается ситуации и сферы деятельности наших коллег полицейских, 02, 102, опять же 112, потому что 112 номер, он объединяет в себе все направления. Ну и то, что касается скорой помощи, мне мои знакомые часто звонят и спрашивают, Наташа, как дозвониться до скорой? Аналогично, 03, 103 и 112. Ну, то есть вот эти доли секунды в экстремальной ситуации, они могут спасти чью-то жизнь, это не высокопарные какие-то слова, это действительно так. Сама не раз вызывала скорую помощь, и спасибо огромное коллегам. То есть я могу, как житель просто нашей области, сказать о том, что все наши экстренные службы работают как надо. А бывают ли случаи, когда уже набирать 112 поздно и вызывать пожарных уже не к чему? Нет, почему же? Бывают случаи, например, возгорания легкового автомобиля. Загорание легкового автомобиля – это несколько секунд, дело нескольких секунд. То есть от многих факторов будет зависеть, насколько сохранится ваше автомобиль и, соответственно, те люди, которые в нем. Первое, что нужно сделать – остановиться. Второе – отключить… Выключить двигатель. Выключить двигатель и выйти из автомобиля обязательно, не пытаться самостоятельно каким-то образом изнутри и понять, что происходит. В каждом автомобиле находится что? Огнетушитель. Чаще всего люди, ну, скажем честно, экономят. Покупают небольшого литража эти огнетушители. Я ни в коем случае не рекламирую ничего. Но вот недавно моя знакомая попала в подобную ситуацию в центре города. У нее задымился автомобиль. И как она сказала, что одного огнетушителя ей не хватило. Ей помогли люди, которые были рядом. Автомобилисты те же самые. То есть порядка трех-четырех огнетушителей им понадобилось для того, чтобы в двигателе затушить вот это возгорание. Вообще, в принципе, несколько минут необходимо для того, чтобы полностью охватило пламя автомобиль. Именно поэтому, вот почему именно этот пример, быстро очень развивающаяся чрезвычайная ситуация или происшествие, она говорит о том, что от вас, от реакции первой, зависит, какие будут последствия. Но 112 по-любому вызывайте, уж извините за такую формулировку. Нужно будет обязательно посмотреть, дотушить. Может быть, не все детали дотушены. Составляются определенные документы, ведется административное расследование, если это необходимо. Ну и так далее, и так далее. То есть есть ряд факторов, которые в любом случае говорят «за». Всегда звоните. И не бойтесь никогда, что вы там пятый, десятый, все видят этот пожар, а вот пожарные такие нехорошие люди не едут никак. Именно так часто думают люди, которые видят очень большой пожар. Просто кто-то другой уже вызвал. Да, кто-то другой уже вызвал. Для чего я буду людей тревожить, все уже нормально, и так все видно. Видно из вашего района. Ну, простите, тот временной период, когда на Каланче кто-то сидел и смотрел и в колокол бил, прошел. Сейчас вроде как новые технологии, но несмотря на то, что мы стараемся в том числе мониторить социальные сети для того, чтобы узнавать, что же происходит в городе, и как люди относятся к той или иной проблеме, но в экстремальном какой-то ситуации нужно все-таки и ваша реакция в том числе. Про огонь поговорили, давайте про воду. В этом году, наверное, какое-то небывалое число несчастных случаев на воде. С чем это связано? И действительно ли статистика говорит о том, что этот год выделяется от всех предыдущих? Тут я не знаю, разочарую или нет. Нет, он не выделяется нисколько. Наверное, он отличается только от прошлого года, потому что погодные условия прошлого лета были не очень комфортные для купания. Именно поэтому в прошлом году было меньше происшествий. Ну, понятное дело, мы не уменьшаем ни в коем случае проведение профилактической работы. Точно так же, только уже другая категория сотрудников. Это инспекторы, государственные инспекции по маломерным судам. Вместе со спасателями, вместе с представителями местной власти. Полицейские нам помогают в рейдах, в наших совместных участвуют. Но, к сожалению, здесь тоже можно только достучаться до людей. Здесь, в том числе, и коронавирусная инфекция сыграла свою роль. Но это, на мой взгляд, может быть, даже не профессионала, потому что купальный сезон официально был открыт на 20 дней позже. Это первое. Людям, ну, я не знаю, сколько живу, и я слышу о том, что нельзя пьяным садиться за руль. Все об этом знают. Но, к сожалению, случаи такие бывают. Правильно? Все знают о том, что нельзя пьяными купаться, потому что ты не можешь реализовывать ситуацию, в которой ты находишься. Очень многие без сознания могут упасть и так далее, и так далее. Если рядом не находятся люди, они не смогут вам помочь. Просто элементарно. Все знают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Но это бывает, к сожалению. И мы, несмотря на вот эти вот вещи, стараемся продолжать профилактическую работу и доносить до людей ситуацию, которая сейчас складывается. Но если говорить о цифрах, тоже, чтобы было понятно, статистика вещь такая, что не все случаи происшествий на воде входят в статистику. То есть если нам не сообщили на 112, мы же не бабки-гадалки для того, чтобы узнать об этой ситуации. То есть в соцсетях, опять же, почему я к соцсетям вернулась. У нас было как-то обсуждение совсем недавно по поводу того, что спасатели спасают, это их работа. Мы эти ситуации описываем подробно именно для того, чтобы сподвигнуть обычных людей к подобному же поведению. То есть если ты на загруженном пляже, на каждом квадратном метре по 4 человека, и ты видишь ребенка, ну, не заметил его взрослый, близкий человек, что с ним что-то происходит, ну, не будь ты в стороне, ну, сделай хоть что-нибудь. Тебе рук только протянуть достаточно правильно и вытащить его за шкирку. Потому что порой вот такие вот происшествия происходят недалеко от берега, очень часто. Но это то, что касается пляжей. На пляже есть, скажем так, обученные спасатели, есть первичные средства спасения, достаточно много людей и так далее. А вот то, что касается необорудованных мест, здесь человек, ну, как бы... Берет ответственность, наверное, все-таки на себя уже. Ну, к сожалению, когда происшествия происходят, начинается поиск тех, с кем, да, можно разделить эту ответственность. Вот для того, чтобы не делить, для того, чтобы все было в порядке с вашими близкими людьми, первое, купаться только в оборудованных местах. Вот я это делаю в Орловской области редко, ну, из-за того, что работа не позволяет, и из-за того, что, ну, я опасаюсь, если честно, не такие чистые у нас водоемы. Периодически вы видите то, что появляется информация от наших коллег, которые с потребнадзора, то вода соответствует, то она не соответствует. Но это тоже объективные причины есть, это и температурный режим, и количество людей, находящихся, и так далее, и так далее. Это первое. Но все равно, если я это делаю, я со своей дочерью отдыхаю только на оборудованном пляже. И, ну, мы обе умеем плавать, она, может быть, не так хорошо, потому что маловато еще, но все равно я стараюсь не заплывать далеко. А кто знает, что-то может произойти с моим организмом, перегрелось, резкий перепад температуры, когда мы входим в холодную, прохладную воду, ну, и так далее. И вот на данный момент у нас 8 погибших зафиксировано. В прошлом году значительно меньше эта цифра. Но вот если брать вообще 5-10 лет, то средняя где-то цифра происшествий на воде за летний период около 20. То есть сказать о том, что это какой-то вау, какой-то очень сильный всплеск, нет. Ну, это в сравнении с прошлым годом. Но опять же, это не значит, что нам нужно расслабиться, выдохнуть, что все в порядке, мы еще там не добрали наши цифры. Ни в коем случае нельзя, мы стараемся бороться за каждую жизнь, и уж тем более детскую. Лето – это еще и пора грибников. Да. Часто ли вам звонки поступают от людей, которые либо ушли, либо родственники знают, что человек ушел, и его все нет и нет? Да, такие случаи бывают. И самое удивительное, что люди, которые всю жизнь занимаются сбором грибов, тоже попадают в эти ситуации. Вот буквально на прошлой неделе в Ходонецком районе наша пожарная оперативная группа нашла 4 грибников. Опять же, каким образом происходит поиск? Поиск значительно, скажем так, упростится, если вы сообщите своим родственникам о том, куда конкретно вы идете, с кем вы это делаете, в одиночку лучше не ходить. Это самые главные советы от наших коллег, ребят-волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», например, с которыми часто поисковые работы мы проводим вместе. Вот. Кроме этого, если вы обозначили время, вы должны обозначить время своего возвращения. То есть, чтобы люди вовремя забеспокоились, обязательно нужен заряженный мобильный телефон. Ну, сами понимаете, что можно запилинговать телефон и таким образом по координатам найти человека в том числе. И нужно запоминать, если все-таки для вас это не знакомое какое-то место, запоминать по каким-то приметам, где конкретно, какое время назад вы были, для того, чтобы людям, которые вас ищут, было легче вас найти. Ну, естественно, это яркая часть одежды какая-то. Ну, не обязательно одеваться в оранжевое все полностью. Ну, может быть, это какой-то шарф, яркая шапка и так далее. То есть, это поможет, безусловно. И если вы слышите какие-то звуки, звуки железной дороги, просто автомобильной дороги, выходите обычно на них. Если все-таки получилось так, и вам неудобно или стыдно, бывают даже такие случаи. Я взрослый человек, и я не выйду, там, вышел буквально на километр от дороги и потерялся. Ну, меня засмеют мои родственники. Многие из-за этого долго не обращаются. Вот. Ну, что еще? Дети. Я всегда обращаю внимание именно на детей. Если вы решили организовать таким образом отдых, вообще от себя не отпускайте. Если вы заблудитесь, то лучше вместе. Если такое случится. А лучше, конечно, чаще в какие-то не ходить. И обязательно рядом с вами должен быть человек, который эту местность знает хорошо. В этом году еще стартовала акция «Ровесники МЧС». В чем суть и кто стал ее героями? Да, в этом году, 27 декабря, исполнится 30 лет Министерству по чрезвычайным ситуациям. И по всей России идет такая акция. Мы рассказываем о людях, которые являются ровесниками Министерства, которым в этом году или уже исполнилось, или исполнится 30 лет. Таким образом, мы привлекаем внимание обычных людей для того, чтобы они понимали, что в Министерстве чрезвычайно работают тоже люди, которые к 30 годам тоже чего-то достигли. У нас есть и начальники пожарно-спасательных частей уже, есть спасатели на воде, есть просто пожарные, которым не нужны какие-то должности, но при этом они великолепно выполняют все свои обязанности. Вот мы решили показать человеческое лицо тех людей, которые работают в Министерстве. Наталья, спасибо большое, что пришли к нам. Пожалуйста, зовите. До свидания. А у нас в гостях была подполковник внутренней службы Наталья Акулова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова